Здравствуйте, с вами Евгений Карташов, и мы продолжаем изучать конвертер Adobe Camera RAW. Первый пункт, который значится в нашем алгоритме коррекции изображений в этом конвертере, это приведение яркости изображения к нормальной. Это выполняется с помощью регулятора экспонирования. Почему-то переводчики-локализаторы сократили здесь это название. Пусть им вечно и кается, как говорит Андрей Журавлев, когда его спрашивают про русскую версию. Но это действительно так, приходится признать. Некоторые переводы очень корявые. Это, конечно, минус переводчикам. Скорее всего, они откуда-нибудь из Индии никогда не учили русский язык. Но пусть это остается на их совести. Итак, в чем же отличие вот этого регулятора экспонирования от предыдущей версии? Первое – это расширенный диапазон регулировки. От минус пяти до плюс пяти ступеней. Механизм регулирования остался практически таким же, за исключением некоторых нюансов. Регулятор стал обходиться более бережно с точкой белого. Он ее практически не затрагивает. И также он до определенного предела практически не влияет на точку черного. Сейчас мы это проверим. Если мы будем поднимать экспозицию, как видите, гистограмма сдвигается вправо. Изображение уже значительно осветляется. Но вылеты начинаются вот именно на этом изображении только при значении 1 и 4 ступени. И то это происходит только в одном или в двух каналах. Вот при полутора уже в двух каналах. И, наконец, когда мы будем приближаться к двум ступеням, уже будет отчетливый клиппинг. И то только в некоторых местах. Уже во всех каналах. Вот смотрите, на двух ступенях мы наблюдаем небольшие потери на коже. И вот здесь, на самых ярких участках. Как видите, этот регулятор воздействует в основном на средние тона. Он сдвигает всю гистограмму, но при этом бережно обходится с точкой белого. И оказывает незначительное влияние на точку черного. Как видите, самые темные области осветляются незначительно. Если мы будем сдвигать регулятор в обратном направлении, то это лучше показать на другой картинке, где есть отчетливые блики. Вот другая картинка. Включим предупреждение о потере светов. Как видите, здесь в самых ярких областях отчетливо видна засветка. Причем кое-где засветка во всех каналах. Это легко проверить, если нажать и удерживать клавишу Alt и кликнуть по регулятору, который отвечает за экспозицию или за светлые тона. Мы увидим отсечку в каналах. Красный цвет означает отсечку в красном канале. Белый цвет означает отсечку во всех каналах. Давайте посмотрим, как будет действовать регулятор экспонирования. Если я буду уменьшать его значение примерно до полутора ступеней. Вот так. Как видите, у нас некоторые блики исчезают, но самые яркие остаются. То есть на точку белого он не оказывает особого влияния. Но если я буду продвигаться дальше, дойду примерно до двух ступеней. Вот две ступени. Это вот такое некое пороговое значение. То уже на двух с половиной ступенях я увижу, что отсечка пропала. Но тем не менее, вот в этой области, если я наведу сюда курсор, где был самый яркий блик и потеря информации, у меня произошло простое затемнение. То есть здесь образовался нейтральный серый цвет со значениями 246, 246, 246. Значение можно увидеть вот здесь. Сейчас я еще раз наведу курсор, и вы это отчетливо увидите. Таким образом, при некотором значении, которое находится примерно в окрестности минус двух ступеней, начинается смещение белой точки, и самые яркие блики, пробойные, начинают затемняться. То есть программа присваивает им какой-то нейтрально серый тон, который становится все темнее по мере уменьшения экспозиции. Вот сейчас здесь значение 104, когда я уменьшил на максимум. Но такими широкими пределами регулирования приходится пользоваться очень и очень редко. Я, например, не припомню ни одного случая, чтобы я выходил за диапазон примерно 2,5-3 ступени. Какой из этого можно сделать вывод? Вывод простой и вполне согласующийся с приведенным в первом уроке алгоритмом. Это то, что регулятор экспонирования нужно использовать для повышения общей яркости изображения, но не для работы с точками белого или черного. Конечно, в некоторой степени он оказывает на них влияние, но влияние это очень слабое, и им можно пренебречь. Итак, после того, как мы установили с вами общую яркость изображения, нужно настроить точку белого. А об этом мы поговорим в следующем уроке.